дорогие друзья вот хочу вам показать мы сейчас с вами находимся в охоту годьях вот кабаны видите значит там вот сейчас пробежали еще поросятки маленькие вот они там свинья идет прямо ко мне смотрите дикой казалось бы свинья да иди мой хороший иди сюда и мой лапонька он она меня прям берет руку вот здесь пятачком тыкается вам покусывает вот они здесь в таком загонщики находится и практически они как домашние это в охот хозяйстве поэтому они ну стараются популяцию как-то устанавливать и вот пожалуйста вам хвостом повиливает и вот что могу сказать характерные отличия да вот у свиньи вообще у свиней у них холка такая приглаженная если вы заметите но это сейчас родила у нее он соски висят он кстати бегают поросятки он маленький арбузики их их называют благодаря тому что у них идут по бокам и на спинке такие полосы как у арбуза и значит и когда они вот обычно беременная свинья в положении так скажем сразу видно жирная такая у нее пока жирные у кабана во-первых холка стоит колом как говорится вот как загривок как у льва грива и бока у них поджатые поджары такие то есть отличить его можно с расстояние это без проблем я к чему это говорю к тому что вот если на охоте бывают такие случаи неприятные когда случайно ну будем надеяться что в основном случайно происходит выстрел по свинье ну может быть и в загоне когда допустим охотник может быть еще не совсем опытный а может быть просто не очень внимательно слушает инструктаж руководителя охоты на загоне допустим обычно в стадии свинья выходит 1 ее пропускаешь а дальше идут вот сигалетки годовалые за ними то есть то точнее подсвинки они двух трех годовал и потом вот где-то ближе к середине сигалетки если стадо не разбито еще собаками и вообще может быть такой что замыкает все это стадо тоже взрослая свинья то есть свиньи они выступают в роли неких во первых разведчиков генералов так скажем если сравнить стадо с армейским отрядом то свинья выступает в качестве генерала причем все стадо идет ровно за ней если вдруг свинья встала то стадо по как по команде все тоже сразу замирает свинья нюхает она разведывает обстановку нюх у кабанов превосходный за 400 за 500 метров она спокойно может вас учуять почему и говорят что на охоте недопустимы там значит посторонние запахи в виде одеколонов всяких все сигаретно-табачного дыма каких-то выхлопных газов там и так далее да и кстати тоже распространенная вот ошибка охотники молодые еще тоже с недостаточным опытом приезжает вот в новых там модных всяких костюмах и может стоять рядом там также охотник бывалый который там в каком-то вонючем тулупе непонятно вообще в чем одетый и вот он возле он возьмет кабана а вот тот молодых в этом модном костюме кабан его учуя ты не подойдет потому что обычно эти костюмы всякие имеет свой какой-то запах вот специфические фабрики и так далее либо там эти костюмы чем-то пропитаны скажем чтобы защищали там от снега от влаги вот поэтому как бы такие нюансы у кабана нюх просто превосходный надо учитывать так вот свинья значит когда если если получается так что значит она учуяла то есть не почуяла опасность она выходит на просеку она проходит вы мы ее пропускаем и за ней обычно даже если собаками стадо уже разбито то 23 может быть даже вот таких вот с сигалетка либо под свинком пробегут тоже и вот их уже можно бить так вот еще раз про особенности как вот отличить вот она характерная вот она свинья идет вот жирная во первых по соскам да и холки она приглажена но я сейчас вот здесь кабана к сожалению не вижу поэтому но так и расскажу на словах холка у кабана стоит всегда такая она как ну еще раз повторюсь как загривок у льва примерно и и значит пока у нее очень под жары у кабана это случайно вот как раз не кабанчик тут вот у нас нет это свинюшка вот сосочки у нее висят тоже родила и вон они тоже эти арбузики ходят вот поэтому в принципе даже если вы находитесь на ночной охоте и у вас имеется в наличии прицел ночного видения то даже в этот прицел можно запросто отличить свиноматку от кабана сикача либо там вепре какого-нибудь то есть никаких проблем это не составит просто нужно быть внимательным вот ну а мы с вами прощаемся я с вами точнее прощаюсь вот все у них там замес еще все туда